Всем привет, с вами Андрей Варк. Перед началом данного видео хотел бы прорекламить группу Rus Warriors, но не знаю какую мне задонатили и попросили пропиарить в начале видео, но я не знаю какую. Так что пиарю две сразу, которые доступны на данный момент. Кто хочет, есть активные места. В первой группе 4 места, во второй 47 мест для вступлений. То есть, если вы только начали играть в эту игрушку, обязательно вступайте, потому что команде играть интереснее, чем одному. А мы погнали к видео. Так, в самом первом видео я уже разбирал, что в этой игрушке есть, что тут, что к чему, что да как. Так что в этом видео мы будем разбирать именно геймплей, как там вообще играть, какие карты выбрасывают, что зачем, что доступно в этой игрухе. Но для начала давайте я еще раз покажу себя. Вот, да, такой я. Но на самом деле это самый первый мой, самый первый скриный. Сейчас я гораздо уже выше поднялся, у меня уже больше, чем 1300 кубочков, медалек, я даже не знаю, как тут еще назвать. Так что это моя самая первая колода, которой я играл. И в принципе в этом видео она в основном-то и будет светиться. Но сейчас у меня немножко уже по-другому, немножко дальше. Но это в следующих видео. Для начала могу сказать по колоде, что я уже говорил, 30 карт максимально. Допустимо любого вида по 3 карты. И мы таким образом компонуем колоду. То есть можно кучу карт набрать по одному виду, можно кучу карт набрать по 3, и тогда их будет меньше, уже будет не такая большая куча. Но всего максимально 30. Каждая карта идет за единичку. То есть получается сами вы выбираете какой колоды играть. За счет того, что карт много, реально можно кучу комбинаций сделать. Так, что у нас по геймплейчику. Я для начала, если честно, захожу когда в игру. Я перемещаюсь к базе противника и наблюдаю, что же он будет выпускать. Точно так же, как и в рояльчике. Здесь есть чатик. Также есть вверху вот эта кнопка шестеренка, где можно сдаться. Да, можно в этой игрухе сдаться. Если вы уже видите, что гг, все вам хана, уже на вас наступает. Вы ничего сделать не можете, то вы можете сдаться. Точно так же вы можете реально стебать противника. Жалко, жалко, нету чатика. Точно так же, как и в рояле, здесь заложены забиндженные фразы, которыми, в принципе, вы можете только откидываться. Но какой-нибудь мати, какое-нибудь что здесь запрещено. Так что у вас ничего такого не получится. Так, что еще могу сказать по этой карте. Смотрите, противник начинает на меня наступать. И, соответственно, вслед ему я начинаю выбрасывать свои карты. То есть он выпустил базу. Вот самое главное. Я первую пачку уничтожаю, потому что их обязательно. Я кучу раз уже повторял в прошлом видосе, что самое главное, это уничтожить вот этих. Блондина, которые стоят сзади. Потому что у них очень-очень большой демаг. И если их не снести, то все ваши войска полякут. Поэтому в основном я как бы стараюсь их уничтожать. Притом, стараюсь их уничтожать. Плюс, конечно же, и другими войсками. Их можно уничтожить, например, с арты, с обстрела, с вот этого поджога. То есть, ну, реально с каких-нибудь карт, которые можно подкинуть под них, чтобы их быстро убрать. Потому что хп у них мало, а урон большой. Как видите, казалось, еще 15 секунд, казалось, что меня выносят. То есть, огромная армия к моей базе подходит вот с левой стороны. Но я отстрелялся. Реально уничтожил одних, уничтожил вторых, поджег третьих. И таким образом отстрелялся. И теперь я уже иду в нападение. То есть, теперь я уже нападаю. И противнику надо от меня защищаться. Это турецкий флаг. Самое прикольное, что здесь можно выучить флаги других государств. Сейчас, получается, мой белорусский реально игра сама подтянула, что я из Беларуси. И точно так же 100% там какой-то из Турции чувачок, который играет в эту игру. Так, он пытается. Но я вам сразу говорю, что тут уже все без шансов. У меня базуки сзади стоят цельненькие, невредименькие. У меня уже плюс идет именно по этим жетонам. Гораздо большой плюс, чем у него. И я сейчас точно его снесу. Как видите, у него здание другой формы. То есть, у меня стандартное здание. А у него вот этот внешний вид здания гораздо другой. Здесь есть скины на нашу аватарку. Плюс на наше главное здание. Именно в бою. Здесь можно их выигрывать. То есть, не то, что выигрывать. Здесь они падают с сундучков. Так что, у меня уже на самом деле есть тоже скин главного здания. Другой красивый такой. Вообще новаторский. Вообще обалденный. Как из космоса какой-то. Да. Противник сдался. И в следующем видосе я его покажу. Потому что я его выбил из сундука. Но это уже в следующем видосе. Так, первый бой, я думаю, понятно. Ну, то есть, ждем хода противника. И после этого уже нападаем. У меня в основном, да, победки. Но, конечно, иногда бывают поражения. То есть, иногда попадаются чувачки гораздо, блин, лучше прокаченные. Или вообще, ну, просто везение. Тут очень тоже много решает именно везение. Так, давайте второй бой. Второй бой. Здесь боя не будет. Но я вам покажу, что докуда вообще поднимаются эти очки. Возможно, кому-то было любопытно. Вот снизу слева вот это жетоны. То есть, за счет них мы вызываем свои войска. То есть, чем больше их, тем больше мы подряд сможем вызывать нашу армию. Чуть правее от них это количество карт. То есть, допустим, вот сейчас у меня еще в запасе новеньких карт 20 штук. То есть, сейчас у меня на табло 10 штук из 30. Плюс в запасе еще 20 штук. Плюс вот эти, видите, жетоны постоянно растут. И самое прикольное, не как в рояле, когда они дорастали до максимально, до 10 эликсира. И все, и прекращалось. Нет, они здесь растут до упора, до конца. Бой весь длится, возможно, кому-то еще это интересно. Бой весь длится 6 минут. И все 6 минут эти карты растут. Просто это единственный бой. Вот я долго пытался со всеми противниками именно как можно больше накопить жетонов. И вот это первый противник, с которым у меня получилось прям не подстроенный, а живой реально противник с другого клана. Который точно так же сидел, ждал, ничего не выпускал. Возможно, АФКшен, но мне было любопытно посмотреть, что же будет в итоге, что же будет в конце. Что же будет в самом конце. И вообще посмотреть, как заканчивается именно на ничью. И что я вам скажу. На 6 минуте начинается, будет начинаться отсчет, как видите, 5.50. И начинается сверху отсчет. И после этого у нас здесь нарастает 925 по итогу. Большая карта уже никаких не выпускал. Обстрел не делал. И по итогу, смотрите, 100-100. То есть я ничего не нанес, и он мне не нанес. Еще сравниваться будут в итоге в конце по процентам. И ничья получается. То есть я заработал 80 экспо, плюс одну к своим медалькам. Но это реально за ничью такой смешной, забавный реально результат. Мне было любопытно. Возможно, тоже кому-то из вас будет любопытно, чем бы могло это закончиться. Так, ну хорошо, это понятно. Сейчас другой эксперимент. Сейчас другое показываю, что иногда даже карты могут закончиться в рояльчике. Такого нет. То есть совсем по-другому, как в рояле. Здесь у нас, смотрите, вот что я показывал. Было 20 в прошлом. У меня сейчас 3 доступные карты для выброса. И все. То есть 3 карты сейчас появятся в этой линейке и больше не будет появляться. У противника, сейчас скажу сразу, у него 0 карт. У меня тоже было несколько боев, когда меня сносили. А у меня просто заканчивались карты. Я ничего не мог подбрасывать. То есть сейчас вы увидите. Вот у меня последняя одна карта будет доступна. Это огнеметчики, которые появятся. И больше никаких карт не будет. То есть если все мои 30 карт заканчиваются, я все. Это ГГ. То есть я ничего не могу подбрасывать. Если у противника будет хоть одна какая-нибудь доступная карта, хоть задрипанная карта, он победит. Сейчас еще покажу. У меня уже доступна первая лего. Вот этот снайпер. Она не самая лучшая, если честно. Там такой огромный гигант. Вообще мне нравится. Но достаточно анимированная. Достаточно неплохая. Был супер удар. И этим супер ударом он реально очень много наносит деможек. Главное, чтобы он бил. Еще один бой. Просто такой для сравнения вообще. Показать что, что да как, что к чему. Точно так же. Смотрите. Я дефаюсь именно вот с помощью вызывая эти казармы. Самое прикольное. Эти казармы будут стоять все время. Вообще абсолютно все время. Но солдатики, видите, у них снизу дополнительная полосочка идет. Это полосочка их жизни. То есть она уменьшается. Чем дальше он куда-то бежит, то есть он до базы противника добежать не сможет. Он примерно добегает до середины и умирает. Точно так же он будет, если, например, чужие бойца подойдут прямо к моему штабу, к моей базе. Точно так же этот солдатик мой будет жить какое-то время, а потом будет умирать. Даже если ему никакой урон наноситься не будет. Смотрите. Он добегает примерно до середины и умирает. То есть получается, это такое для дефа я поставил палатку. Но дальше вот именно в нападении с помощью этой палатки у меня не получится идти. Ее надо было ставить где-то примерно на середине, чтобы хотя бы до базы противника солдатики добегали. Так что вдруг кто, возможно, тоже это не знал, будет пользоваться именно правильно. Здесь тоже победка. Я, ну конечно же, в видосах вставлял только свои победки. Но куда я буду вставлять поражение? Нет, поражение свои вставлять не буду. Но поражение, конечно же, есть. Иногда попадаются, ну, очень жесткие противники. И плюс, я как еще раз говорил, иногда, ну, настолько ужасные карты попадаются, что, ну, реально, ну, просто ты понимаешь, что ты не можешь ничего выпустить. И выпусти так, чтобы задефать своего противника. Вот точно так же он. Он ничего не может, вот прям четенько такого выпустить, чтобы задефать. А у меня идут, у меня танки там еще, еще вот эти все войска идут и наносят ему реально огромнейший урон. У меня просто так было один раз, что у меня аптечки в самом конце были. То есть я не мог даже подхилить, я ничего не мог сделать, а меня просто выносят. Ну, и в этом действительно косячок, что за счет того, что иногда бывают реально плохие комбинации карт, можно просто тупо за счет этого и слиться. И еще, вдруг кому-то не нравится играть с игроками. Здесь есть кампании, с помощью этих кампаний, с помощью этих миссий, дополнительный вклад, можно зарабатывать золото. Я начал немножко проходить, но, конечно, все не проходил, но начал некоторые миссии проходить. Сейчас покажу. Здесь мы бьемся не с реальным противником, не с каким-то игроком с другой стороны. Мы бьемся просто с компьютером. Ну, и компьютера, соответственно, очень просто вынести. Ну, то есть, реально первых пару штук у меня вообще проблем не возникло. Я реально на лиганце их выносил. Ну, что может компьютер против меня показать? Ничего. Ну, то есть, аккуратно, просто аккуратно все делаем. Здесь даже еще подсказывается, что, что, да как, что, куда выбрасывать. Ну, потому что это самый первый бой. Что, куда, что, зачем выбрасывать. Ну, и таким образом, в принципе, я заканчиваю эту миссию. И за счет того, что я прохожу эту миссию, я в конце получаю золото. Но вот такое второе видео у меня по батлбуму. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. А с вами был Андрей Вар. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok